Роллер Всем добрый день! Это мой роллер, который я использую для скручивания листьев лекарственных растений при изготовлении травяных чаев и настоев. Устройство этого аппарата довольно простое. У меня есть целый плейлист, посвященный изготовлению роллера. Кому будет интересно, можно посмотреть ссылочку в описании. Вращающаяся тарелка роллера реверсивная, то есть может вращаться и по часовой, и против часовой стрелки. А сегодня речь пойдет о том, как определить оптимальное количество загружаемого сырья в этот роллер. Лист должен получаться качественно скрученным, нерванным, и происходить это должно довольно быстро. В противном случае роллер будет выполнять свои функции плохо, и итоговый продукт будет иметь неприглядный вид. Три года определял я опытным путем величину загрузки своего роллера. Именно роллера вот моего размера. То есть у других роллеров самодельных эта величина будет отличаться от моей. Итак, я выяснил. Весенний майский чай требует загрузки в роллер в количестве от 2,5 до 3 кг. И эта величина или интервал зависит от ряда причин. Основные две. Это влажность исходного сырья и, значит, место произрастания иван-чая. Вот как раз если чай сухой и произрастает на песчаной почве, загрузка будет побольше. А если чай влажный, произрастает на сырой торфяной почве, то загрузка будет поменьше, так как он намного тяжелее по удельному весу. Перед началом и во время цветения лист кипрея набирает силу и становится зрелым. Здесь загрузка роллера у меня уже другая. Величина ее тоже в интервале находится и составляет от 3,5 до 4 кг на одну загрузку. Лист получается хорошего качества скручен. Ну и довольно быстро это происходит. Итак, вот благодаря этим данным я и вывел формулу, которую можно применить для любого роллера, зная только единственную площадь опоры или нижней части его кастрюли или бака. Среднесезонная величина загрузки моего роллера получается около 3 кг. Эта величина и будет являться ключевой при составлении или выведении формулы загрузки любого роллера. С массой разобрались. Теперь, чтобы вычислить оптимальное давление рыхлого слоя листьев на дно вращающейся тарелки, мне необходимо замерить радиус дна бака. Он у меня составляет 18 см. Зная радиус, можно вычислить площадь дна бака моего роллера. Площадь вычисляется по формуле S равно πr квадрат. π у нас величина постоянная 3,14, а радиус мы измерили. Он был 18 см, но его нужно перевести в метры. И получается 0,18 метра. Отсюда площадь равна 0,001 м2. Теперь можно найти давление листьев на дно моего роллера. Это рыхлый слой листьев, которые загружаются в самый первый момент. А давление этих листьев на тарелку роллера с лучиками вычисляется по такой вот формуле. Давление равно масса, умноженная на ускорение свободного падения, деленная на площадь. Массу я определил экспериментально. Об этом я уже рассказал. Она равна 3 кг. g величина постоянная 9,8. И площадь мы нашли 0,102 квадратных метра. Подставив эти значения в формулу, находим давление оптимальное для скручивания. 288,43 паскаля. Вот при таком давлении у меня всегда получается очень хороший результат по скручиванию листьев. Поэтому возьмем это давление за константу. Округлим и получим, что оптимальное давление равно 288 паскаля. То есть эту величину можно считать постоянной для всех конструкций роллеров данного типа. Что это такое? А это роллеры, у которых нет верхней крышки на баке или кастрюле. Обычно вот в промышленных роллерах на баке или кастрюле есть такая крышка, которая прижимает листья с помощью пружины. У нас такой нет. Поэтому листья прижимаются к дну роллера или к вращающейся части за счет собственного веса. И вот из этой формулы теперь мы можем найти массу для загрузки в роллер. Причем для загрузки в роллер любого размера. Масса находится как давление умноженное на площадь и деленное на g, ускорение свободного падения. Подставив вот в эту формулу постоянные величины, мы приходим к окончательному виду такому, где масса будет равна коэффициент, умноженное на радиус в квадрате в метрах, который измерен. Значит, подставим, посмотрим. Подставим, 288 это наша константа, откуда взялись вообще эти числа. Площадь находится как 3,14, это π умноженное на r квадрат. Радиус уже будет того роллера, для которого мы ищем массу. И делим на ускорение свободного падения 9,8. Вот такая формула получается. Давайте для примера рассчитаем загрузку роллера, если у него радиус дна или вращающейся тарелки 0,24 метра. То есть у меня было 18 сантиметров, здесь 24 сантиметра. То есть роллер побольше, чем мой. Ну и подставив вот в эту формулу вот этот радиус, мы получим, что масса для такого роллера, масса листьев загружаемых оптимальная будет 5,3 килограмма. То есть можно сделать вывод, чем больше размер роллера по диаметру, тем больше можно в него загрузить листьев. Вроде бы это и понятно, но с другой стороны масса листьев увеличивается, а вот это давление за счет того, что и площадь опоры увеличивается, остается постоянным. То есть то же самое, как и у меня в более, так сказать, маленьком роллере. Вот если загружать любой роллер данного типа согласно вот такого расчета, то вы получите отличный результат при работе вашего аппарата. Итак, окончательная формула для расчета оптимальной загрузки листьев в роллер выглядит следующим образом. m равно 92,3 умножить на r квадрате, где m масса листьев, 92,3 постоянный коэффициент и r это радиус дна бака роллера в метрах. Музыка. 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 И последний штрих. Перед скручиванием лист должен пройти этап завяливания или первичную вакуумную ферментацию. В противном случае сырой лист не скручивается, а просто рвется. Ничего хорошего из этого не получится. Удачи, здоровья, до свидания. Продолжение следует...